Активисты партии ШОР 6 августа пришли к офису представительства Европейского Союза в Кишиневе, чтобы выразить протест против, как они заявили, вмешательства главы делегации Европейского Союза Петера Михалкова во внутренние дела Молдовы и в осуществление правосудия. Они выразили недовольство тем, как Михалко в эфире одной из телепередач высказался о затягивании процесса по делу лидера партии Илона Шора и потребовали отозвать его с должности главы делегации ЕС. Что же заявил представитель Евросоюза в Молдове? Вот его слова. Сколько можно смотреть на то, как постоянно откладывается процесс по делу Шора? Насколько я помню, его опять отложили до сентября. Такое затягивание подрывает доверие к судебной системе и ставит под сомнение эффективность работы правоохранительных органов государства. Конец цитаты. Я не вижу в этом заявлении никакого вмешательства во внутренние дела Молдовы, тем более вмешательства в осуществление правосудия. Между Европейским Союзом и Молдовой подписано соглашение об ассоциации, фундаментальным положением которого является идея развития в Молдове правового государства, основой которого является независимое и эффективное правосудие. Высказываться по поводу функционирования юстиции не только право, но в каком-то смысле и обязанность представителей Европейского Союза в Молдове. Удивительно, что по этому случаю еще не высказались другие представители стран и международных организаций, которые инвестировали в реформу молдавского правосудия десятки и сотни миллионов долларов и евро. Реформу, которая результатов не дала. Более коррумпированной юстиции, чем наша, в Европе, пожалуй, не найти. С февраля 2018 года, когда дело, обвиняемым по которому проходит экс-председатель административного совета БЭМ Илон Шор, было переведено в апелляционную палату Кагула, было назначено около 30 судебных заседаний и все они были отложены по различным причинам. Отложенное правосудие – это правосудие, в котором отказано. Есть прекрасное английское выражение на этот счет. Justice delayed, justice denied. Нам всем, гражданам Молдовы, у которых украли миллиард долларов, миллиард только из валютных резервов в ноябре 2014 года, отказано в правосудии. Преступление совершено, а виновные не наказаны. Ничего более деморализующего общества и придумать нельзя. И когда на это обращает внимание посол Евросоюза, на улицу возмущаться выходят люди из партии человека, являющегося, согласно результатам расследования Международного агентства КРОЛ, одним из главных виновников кражи века. Мне это кажется диким. Работая в Молдове правосудие, Илону Шору уже были бы вынесены приговоры по всем деяниям, которые он совершил. Ему и многим лидерам его партии, которые также фигурируют в деле кражи миллиарда. А его так называемая партия, живущая за счет ворованных денег, наверняка перестала бы существовать. Слова, которые сказал Петр Михалко, должен был произнести, посылая сигнал системе. Лидер правящего большинства Игорь Дадон, премьер Кику, министр юстиции Нагачевский, в конце концов. У них затягивание рассмотрения дела в апелляционной палате КОГУЛа, по-видимому, тревоги не вызывает. Более того, анализируя поведение фракции партии Шора в парламенте в последнее время, у меня создается устойчивое впечатление, что Илон Шор начал активно сотрудничать с Игорем Дадоном, помогая последнему не только сохранить власть, но и продлить президентский мандат еще на 4 года. Какая, к черту, реформа правосудия? Какая неизбежность наказания за преступление? Все это принесено в жертву переизбранию Игоря Дадона на второй президентский срок. Замешанный в краже миллиарда Илон Шор, его так называемая партия могут спать спокойно. Игорь Дадон защищает их от молдавского правосудия. Все это ненормально, все это не цивилизовано, все это нарушает внутренние законы Молдовы и ее международные обязательства. Об этом нам напоминает очень-очень деликатно к слову посол Евросоюза в Молдове. А не пора ли нам самим взяться за дело, взяться за реформу правосудия, построить правосудие, которого достоин молдавский народ.